Друзья, всем привет, и сегодня мы в очередной раз поговорим о том, как улучшить наши города. Хотя казалось бы, куда их еще улучшать, они так прекрасны, но есть еще немножечко, что нужно исправить, чтобы было вообще замечательно. Некоторые вещи, касающиеся городской среды, а конкретно если мы говорим про проектирование улиц, выглядят совершенно неочевидными. Ну, например, иногда для того, чтобы снизить аварийность на улицах, нужно убрать разметку и дорожные знаки. Я об этом уже рассказывал понемножку в прошлых видео, сейчас я хочу прямо целый выпуск посвятить этому и рассказать, почему иногда лучше отказаться от разметки и отказаться от дорожных знаков. И здесь я уже вижу, как хватаются за голову гаишники, кому на глаза вдруг попалось мое видео, как они начинают сходить с ума, начинают вертеться, шипеть, дымиться, потому что они не способны себе представить дорогу без кучи знаков. Вы себе только представьте, улица без знаков, улица без разметки, это просто страшный сон какой-то. Действительно, из-за позиции ГИБДД многие наши улицы выглядят вот так вот. Да, потому что когда сотрудники ГИБДД приходят на любой комитет, который касается проектирования улиц, когда они вносят изменения в ГОСТ, они требуют вот буквально вот такого, да. То есть везде должен стоять знак, каждый проезд, потому что, почему? Да, потому что вдруг будет какая-то спорная ситуация, а как нужно будет выписать штраф, знак есть, знака нет, да, и начинать. Поэтому кашу маслом не испортишь, а улицу не испортишь знаком. Это типичная логика гаишника. Давайте посмотрим, так ли это. Сегодня я хотел бы вам рассказать о реальных кейсах, о исследованиях, которые показывают, что разметка и знаки, они действительно не нужны, не всегда нужны, на тихих улицах, во дворах, на тихих улицах центра, на улицах, где нет такого большого интенсивного движения. И получается, что чем меньше знаков, тем улицы становятся безопаснее. И это не домысл каких-то хипстеров-урбанистов, это исследования, которым уже десятки лет. Так что я прошу вас внимательно посмотреть это видео и отправить это видео мэру своего города, гаишнику или человеку, кто до сих пор уродует ваш город различными знаками. Когда вы относитесь к людям как к идиотам, они ведут себя как идиоты. Такова была философия голландского дорожного инженера Ганса Мандермана, который первым предложил убрать с дорог и перекрестков бордюры, светофоры, разметку и дорожные знаки. Он полагал, что водители становятся более внимательными и осторожными, когда они не уверены на 100% в правильности своих действий. В результате поведения людей начинает определяться обычным человеческим взаимодействием, а не искусственным регулированием. Представьте себе вот два перекрестка. Один перекресток, на котором есть главная дорога, есть второстепенная дорога, там еще горит светофор. И вы совершенно спокойно, не задумываясь, не глядя по сторонам, несетесь по этому перекрестку, потому что вы знаете, у вас там условно главная дорога, и все, а это дальше не ваша проблема. А теперь представьте тот же самый перекресток, где нет ни светофора, ни дорожных знаков, ни разметки, ничего. И вы подъезжаете к этому перекрестку, и вы не понимаете, что он придет, вы притормажете, вы становитесь более внимательными. Собственно, эта теория была основана на том, что если мы убираем знаки, мы убираем разметку, люди начинают договариваться, в результате аварийность снижается и улицы становятся более безопасными. В теории может показаться, что все это приведет к анархии, потому что, ну как, знаки, разведка, все это было придумано для того, чтобы как-то урегулировать дорожное движение, чтобы все ездили как на конвейере. Но практика применения общих пространств, как назвал Мандерман свою концепцию, она продемонстрировала резкое снижение числа несчастных случаев и уменьшение средней скорости автомобилей. Все начинается как эксперимент, а на сегодняшний день так называемые голые улицы, перекрестки и общие пространства, где автомобилисты, велосипедисты и пешеходы не отделены друг от друга, они уже внедрены в более чем 400 городах Европы. И эти эксперименты начались не вчера, они начались в середине 80-х в маленькой голландской деревушке Аудехаске. После того, как там случилась трагедия, там насмерть автомобиль сбил двух детей. И Мандермана, который тогда был региональным инспектором по безопасности, его отправили разобраться, как заставить водителей ехать медленнее. Вот представьте, происходит ДТП в России на какой-нибудь улице, и туда приезжает какой-нибудь гаишник, и у него задача сделать так, чтобы там больше ДТП не произошло. Что он сделает? Он поставит забор, ну конечно, поставит забор, нужно сделать подземный переход, вот нужно установить там кучу знаков, ну такая вот типичная логика нашего гаишника. Что сделал голландский инспектор? Все дорожные знаки были, наоборот, убраны с этой улицы. Следом избавились от бордюров, убрали бордюры. Асфальт заменили красным кирпичом по всей площади дороги, так что не было понятно вообще, где должны двигаться пешеходы, а где должны двигаться автомобилисты. То есть это просто был страшный сон нашего гаишника. После того, как улицу реконструировали, брали знаки, замостили кирпичом, каждый решал интуитивно сам для себя. Никто не знал точно, какой пространство лежит пешеходам, какой автомобилистам, и водители стали более любезны по отношению как к пешеходам, так и к другим водителям. Но то был опыт, это была маленькая деревушка, и вы сейчас скажете, ну конечно, в деревне они могли это сделать, ничего удивительного. И действительно, тогда были сомнения, что такой подход сработает там, где движение более оживленное. Следующего шага Мандерману пришлось ждать более 10 лет. То есть эксперимент забыли, в этой голландской деревушке все так и осталось, там все было хорошо, но эксперимент забросили. Итак, шло время, и в 2000 году власти Нидерландов наконец-таки решились на более масштабный эксперимент. Для этого выбрали уже не деревню, выбрали городок Драхтен, это на севере страны, и население по голландским меркам, там такая приличность 45 тысяч жителей, то есть такой небольшой городок. Кстати, к идеям Мандермана именно в этом городке обратились не просто так. Жители заметили, что когда электрический сбой приводил к отключению светофоров, заторы, которые были в центре у них на перекрестках, не увеличились, а наоборот рассасывались. То есть светофоры выключались, и пробки становились меньше. То есть светофор, обслуживающий 22 тысячи автомобилей в день, на самом деле только ухудшал дорожную ситуацию. Поэтому жители были рады, что у них в городе начали такой эксперимент. В итоге светофор убрали, на перекрестке организовали круговое движение, велодорожку, пешеходную зону и убрали все бордюры. Бордюры, ограждения, то есть никаких заборов, ничего, что так любят делать у нас. Зоны для автомобилистов, велосипедистов, пешеходов были выделены только цветом. Проблема провок в центре города решилась. За два года произошло всего две аварии, то есть в среднем одна авария в год. Ну и для сравнения, за четыре предыдущих года в городе было зафиксировано 36 ДТП, то есть по 9 случаев в год. Еще раз, 9 ДТП в год происходило в этом городке до реконструкции, там были светофоры, знаки, бордюры, все как мы любим. И как только там улицы реконструировали, убрали знаки, разметку, светофоры и так далее, одна авария в год в 9 раз снизилось количество ДТП. Избавление от всех знаков и разметки, это, конечно, радикальная мера, на которую были готовы не все. Но и в других странах, примерно в это же время, я имею в виду начало нулевых, начали говорить о том, что много знаков на дороге, это плохо. И их число нужно срочно сокращать. Например, в Германии к началу нулевых действовало 648 различных указателей, которые давали в совокупности свыше 1800 комбинаций. То есть, представляете, сколько информации получал еще водитель, сколько ему нужно было всего запомнить. Всего в стране насчитывалось около 20 миллионов дорожных знаков, причем основная их масса была сосредоточена в центральной части города, где на 100 метров пути приходилось по 20 знаков, потому что много перекрестков, много информации, вот центр города был весь знак. Тогда провели опрос, и опрос показал, что 75% немцев были недовольны огромным количеством знаков в центре города. И это был самый высокий уровень недовольства в Европе. В итоге немецкий город Бомте в 2007 году, наряду с шестью городами и провинциями Великобритании, Дании, Бельгии и Голландии, принял участие в проекте уже Европейского союза по избавлению населенных пунктов от дорожных знаков и указателей. То есть, это уже эксперимент продолжился под эгидой Евросоюза. До этого похожие эксперименты успешно проводились более чем в 100 немецких городах. Однако на полный отказ решились власти только от одного города Бомте. Итак, с улиц все дорожные знаки, включая знаки ограничения скорости, приоритета, запреты на парковку и так далее, все дорожные знаки убрали. Единственное правило, которое сохранились уже без знаков, негласно, это правило помехи справа, чтобы люди могли как-то все-таки определять приоритеты. Также запрет на передвижение в городской черте со скоростью более 50 км в час. Результаты стали видны после первого месяца в среднем на улицах Бомте, в котором проживало чуть более 13 тысяч человек, происходило от 40 до 45 аварий в год. При этом за первый месяц после избавления от знаков не произошло ни одной аварии. То есть вместо анархии, беспредела и ужаса на улицах воцарился порядок, безопасность и красота. Постепенно новое отношение к дорожным знакам распространилось и за пределы Европы. В руководстве по унифицированным устройствам управления трафиком, которое опубликовал Департамент транспорта США в 2009 году, указывается, что использование предупреждающих знаков следует свести к минимуму. Поскольку ненужное использование знаков, оно порождает неуважение ко всем знакам. Когда у вас много знаков, люди перестают на них обращать внимание, они не относятся как-то так серьезно, они просто как такой информационный шум, которым водители просто начинают пренебрегать. Американское руководство, оно ссылается на многочисленные исследования, они провели исследование эффективности разных типов знаков. Например, они доказали, что знак не блокирует перекресток или знак, который рекомендует скорость, они вообще никак не влияли на поведение водителей, а только отвлекали от дороги. Кстати, знак не блокирует перекресток в России такого нет, его не ставят перед перекрестками, а знак рекомендуемой скорости он иногда есть. И действительно, это один из самых бесполезных знаков, потому что я ни разу не видел, чтобы кто-то обращал на него внимание. Вот ты едешь по городу, где можно ехать 60, и тут висит знак рекомендуемая скорость 50. Вы хоть раз видели, чтобы кто-то снизил скорость до 50? Нет, конечно, это просто появляется какой-то дополнительный информационный шум. В 2012 году вот эта вот концепция общего пространства, она уже перекочевала аж в Новую Зеландию, в Окленд, на Форд-стрит. И через год они провели исследование, и исследование показало, что количество пешеходов на этой улице выросло на 140%. А число автомобилей, которые этот район использовали, снизилось на 1450 автомобилей в день или на 60 автомобилей в час. Также снизилась скорость, скорость на 5-9 километров снизилась, то есть люди начали активнее гулять, начали развиваться общественные пространства. Автомобили, наоборот, они предпочли какие-то другие маршруты, и центр города стал приятнее для прогулок и безопаснее. Самая известная лондонская голая улица, это Exhibition Road в Кенсингтоне. Давайте сравним, вот так эта улица выглядела в январе 2010 года, а вот так она выглядела уже в ноябре 2011. Конечно же, здесь нужно понимать, что эти меры применимы абсолютно не везде, то есть нельзя на всех улицах убирать знаки, убирать разметку, и знаки, разметки и так далее, они все равно нужны, но они нужны не в том количестве, в котором они есть сегодня. Практика показывает, что чрезмерная обилие дорожных знаков, указателей разметки, которая на наших дорогах сегодня стала нормой, еще хуже, чем их отсутствие. И Мандерман рассматривал это как синдром более глубокого заболевания. Мы теряем способность к социально ответственному поведению. Чем больше правил, предписаний, указаний, тем меньше у людей чувства личной ответственности. Именно эта потеря ответственности породила парадокс. Чем более навязчивы стремления к безопасности, тем больше опасности они нас подвергают. Трафик является наиболее заметным проявлением этого. В общем, друзья, вот такие совершенно неочевидные эксперименты, которые на первый взгляд кажутся каким-то безумием, но, еще раз, эти эксперименты проводятся уже практически 40 лет, и они во всех странах показывают свою эффективность. Нам до этого еще далеко, мне сложно представить хоть один российский город, где вдруг уберут эти многочисленные знаки, уберут разметку, потому что, как вы знаете, у нас важнее не сделать безопасную улицу и безопасный город, а важнее снять с себя ответственность. Поэтому у нас будет стоять миллион знаков, а если кого-то сбили, если там пришел ДТП, ну сами виноваты дураки, да, вот у нас самое главное перекинуть на кого-то ответственность. Не стоит задачи у ГИБДД, у чиновников, кто занимается проектированием городов и улиц, у них не стоит задачи сделать улицы безопасными. Задача у них стоит одна, переложить ответственность. Потому что произойдет ДТП, и кто будет виноват? Виноват сразу, если там знаков не будет, сразу скажут, чиновник виноват, знаки не повесили. А так виноват водитель, виноват пешеход, и пусть мрут, да, и вообще не важно. То есть у нас так вот устроена система. Поэтому если мы посмотрим наши там пешеходные переходы, это просто как знаки там повсюду, повсюду, уже пешехода не видно за этими знаками. Просто как какой-то карнавальный эти елки. Но я надеюсь, рано или поздно у нас, во-первых, конечно, расформируют ГИБДД, потому что совершенно бесполезная структура. И рано или поздно у нас начнется реформа с правилами дорожного движения, реформа с дизайном улиц. У нас наконец-таки начнут улицы проектировать безопасно. И мы в наших городах уже увидим улицы без знаков, без разметки, и посмотрим, как это будет работать в России. Я уверен, что в России это будет работать совершенно так же. Улицы станут безопаснее, приятнее и комфортнее. Ну и опять же, сразу нужно оговориться, что речь не идет о том, чтобы убрать на каком-нибудь шоссе или МКАДе, третьем транспортном кольце. Речь идет о том, что знаки убираются там, где должна быть снижена скорость, где много людей ходит. То есть в жилых районах, на каких-то тихих улочках центра. Там совершенно корректно и нормально убирать и знаки, и разметку. И ничего страшного там не случится. Пишите, что думаете. Встречали ли вы такие улицы? Обращали ли вообще на это когда-либо внимание? Ну и распространить этот ролик нужно, в конце концов, объяснять, что нам дальше делать. Я с вами прощаюсь, друзья. Спасибо, что смотрите, комментируете. Не забывайте подписываться, кстати, на мой Instagram. Там много всего интересного. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок